Заплати всего 25% от суммы, и новое платье сразу твое, а дальше оплачивай его равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. Новый способ покупок без комиссий и переплат. Установи приложение ДО-ЛЯ-МИ. Что вы делаете? Как так получилось? Слушай сюда, стерва! Я? Причмокил этом. Саня, заткни свой рот погадый. Облизывай рот. Заткни рот. Это вообще жоп-менеджер. Потом французский пошел. Все, заткнись, Саня. Барселоновский. Да заткнись. У меня бы вырвало бы в кровать. У меня я плеванул, просто обрыгал всю кровать, честно. Яна нашла нового парня и родила от него дочку. Это что за бред? Она не могла ни сказать, ни слова от возбуждения. Всем привет, я Яна, и вы на моем ютуб канале, ценой сегодня два этих парня, господи, вернулась я к ним в Москву. Как же я по ним скучала. Егорик, чикс. Чикс. Саныч, чикс. Здрасьте, всем привет. Короче, мы сидели, мы вообще хотели снимать абсолютно другое видео, но мы что-то сидели и вспомнили про существование фанфиков. Вот реально, буквально две минуты назад Саня написал свой телеграм ченнел, подписывайтесь. Ну и на Егорычев телеграм ченнел, и на мой телеграм ченнел. Но в любом случае Санек решил написать своим подписчикам в телеграм канале, есть ли фанфики про нас, потому что мы не смогли найти никакого фанфика. Мне кажется, его подписчики просто две минуты написали новое и все. За минуту. Но девчонки... Слушай, как это... Все. Но девчонки... Подожди, у тебя что-то тут. Ну так и рождаются они. Да, да, новый фанфик. Ладно, давайте реально прочитаем фанфики какие-то прикольные. Да, и мне кажется, это будет мемно. Фанфик называется «Только я и ты». Строгий, ревнивый, но мой. Первая часть. Сначала всей истории. У Сани утро началось, как обычно, не очень. В смысле, ну, как обычно, не очень. Он встал, оделся в обычную одежду. Она была немного грязная. А что это грязное-то такое, грязнуля? Но он не обратил на это внимание. Он быстрым шагом направился в кухню, посмотрев, что на часах только 7.34. Ну, короче, он решил заглянуть в холодильник. Как он ожидал, внутри него лежало только одно яблоко. Он взял его... Нет, бред. Вот вообще не верно. У него колбаса всегда лежит. Я всегда встал в 7.50. У меня 10 минут до школки идти. И во-первых... 13 бутербродов. Я всегда нажрался, как свинья перед школкой. Он посмотрел в небо и про себя спросил, почему именно у него такая жизнь. Сам по себе парень был очень доверчивым и добрым по отношению к людям. Да факт. Он всегда готов был прийти на помощь, даже если это его брак. Время 8.00. В кабинет зашла учительница. Но классу это не помешало бурно обсуждать что-то в своей жизни. Когда учитель, громко хлопнув по столу, сказала, замолчали! А там есть я вообще? Да. В классе повысила грубовая тишина. И она начала говорить. Дети, знакомьтесь. У вас новенький. Его зовут Егор. Всем привет, ребята. Я вот новенький. В классе шел парень спортивного телосложения. Факты, факты. Машина. Вот так вот. Вот поэтому он мне и запал. Мальчик прошел в класс, сел к девочке за три парты от Саши. А парень был и думал, что к нему кто-то сядет. Он издал смешок и принялся записывать все, что говорит учитель. Первая часть. То есть мы с Саньком вместе сели, правильно понимаю? Нет, он бы очень хотел, но не сели бы вместе. А что ты зашитал-то? А что мне было сказать? А где следующая часть? Типа, пожалуйста, сядь ко мне. Яковик. Дискотяков в самом разгаре почти все все пьяные. Кроме Саши. Он не любил пить. Не люблю пить. Это вообще не про Санька. В смысле? Ты сейчас так сказал, как будто я какой-то алкаш. Нет, но ты вообще не любишь пить. Но я не люблю пить. Ну и не люблю напиваться. Ну и не ненавижу. Ну и не люблю. Люблю и не люблю одновременно. Вокруг Егора толпилось много девочек. Ну конечно же. Ну конечно же, бляха. Здесь лямов у кого. Ну конечно же. Такой красавчик. Но как же было странно, что он мне обращал внимание ни на одну девушку. Он молча смотрел на Сашу. Это что за бред? Я просто хотел предложить ему видос какой-то снять, смонтировать. Валерий, но все равно жестко звучит. Кстати, на самом деле, интересный факт. Первый вообще в жизни раз, когда увидел Егора, это был как раз таки в клубе. Он стоял возле бара. И смотрел на тебя. Я молча на него смотрел. Это факт. Откуда они все это знают? И все мои друзья говорят, это Егорик. Я посмотрел, но он не посмотрел на меня. Что дальше? Он это замечал, Саша. И неловко отводил взгляд, попивая свой коктейль. Безалкогольный, что он не любит опиваться. Боковым зрением он увидит, что к нему идет старший. Я не знаю, кто такой старший. Наверное, Егор. Он взял его за руку и потащил в комнату. Куда мы идем? Это я потащил его? Да. И меня? Куда мы идем, говори. Куда мы идем? Увидишь. Пробурчал в ответ тот. Пробурчал. Пробурчал это типа, увидишь. Вот они уже в комнате. И что было дальше, ребят? Ну я говорю, Санек, смотри. Снимаем контент. Типа два выходных. Можем работать. Я видел твои работы. Неплохо монтируешь, Санька. Не, на самом деле, как там было? Он говорит, бляха, прикинь. У меня есть арсенал. Все команды заряжены. Не, хуй это. Это удалите, удалите. Че ты? Арсенал. В общем, Егор закрыл комнату на ключ, повернулся к Саше впритык. У Саши, в свою очередь, в голове были слова Егора, что он... Монтируй. Монтировать надо. Егор приближается еще ближе. Боже, это безумный текст. Куда ближе еще? Между губами парней было два сме. Два сме, это очень, это вот столько. Два сме, это вот так? Я даже не могу это представить. Что тут дальше? Ну не то, что мне интересно, просто вот закончить уже хочется. Ну, было дальше все понятно, что. Что? Поцелуй. Я домой ухожу, можно домой? Нет, ребят, вот просто такого никогда не будет. Никогда, запомните, можете просто только фанфики писать и все. Такого никогда не будет. Я не буду описывать сам поцелуй. А там описано прям поцелуй? Да, да, да. Причмокивая там, посасывая губами. Все, заткнись, Саня, заткни свой рот поганый. Облизывая... Заткни рот. Облизывая щеку. Заткнись. Потом французский пошел. Потом вьетнамский. Вьетнамский. Все, заткнись, Сань. Барселоновский. Да заткнись. О, Янка, привет, что делаешь? Тик-так смотрю. А, понял, я пойду по хаву где-нибудь. Холодный, капец, готов слона сесть, причем заживо. Вам придется этим сбериться, крабья душа. Я не могу приготовить двойной краб-бургер и все тут. Блин, вот я бы сейчас бургер похавал бы. Особенно краб-бургер. Ну, такой нигде не закажешь. Так его же готовить очень легко. Хочешь, я его повторю? Давай, конечно, спасибо. Для начала нужно нарезать лук кольцами. Для лука нам нужно сделать маринад. Для маринада нам нужно 3 столовых ложки уксуса, 100 миллилитров воды, примерно 100 миллилитров воды и 1 чайная ложка сахара. Опускаем туда лук на минут 15-20. Помидоры нужно нарезать кружочками. Все стандартно. Огурцы нужно нарезать вдоль. На самом деле, в обычном рецепте краб-бургера малосольные огурчики, но мне почему-то захотелось добавить свежие, то я решила взять свежие огурцы. Надеюсь, Саше понравится. Огурчики нарезали. Теперь нужно пожарить котлетки. Еще я хочу выложить сыр на горячую котлетку, чтобы он расплавился. Мы разрезали булочки на две части и поджарили. Затем нужно смазать кетчупом. Я, например, использую кетчуп томатный Макеев. Кстати, бренду исполнилось уже 25 лет. Прикиньте, как это много и он всегда вкусный, неизменно высокое качество. На нижнюю часть булочки выложить вместе салата. Затем мы возьмем котлету. Сыр мы уже поджарили на самой котлете. Потом помидор. Наш маринованный лучок. И накрываем второй булочкой. Я сделала наоборот, поэтому мне придется вот так перевернуть. И сделала наоборот. Я не на ту половинку накладывала, ребята. Готово. Чем не крабсбургер. Ну вот, Санек, я приготовила попробовать. Надеюсь, понравится. Нет, ну выглядит прикольно, кстати. Ты же знаешь, я любитель бургеров. И я сразу тебе четко скажу, без вранья вкусно это или нет. Ну как? Блин, Яна, ты готовила вкуснее, чем мультики. Ну, хотя я мультики не пробовал. Короче, вкусно. Ладно, я рада, что тебе понравилось. Яна Зенина, голубоглазая девушка с русскими волосами, 18 лет. Учится в одиннадцатом А. Кстати, я тоже в одиннадцатом. А я бы училась. А я бы училась. Мужчина с рыжими волосами, 19 лет, учится в одном классе с Яной. Тот самый король школы, с которым хотят быть все девушки школы, но точно не Яна, так как он был первым из тех, кто ее обзывал. Ну, обзыви ее. Дура. Фу, сам дурак. Итак, проснувшись... Я серая мышь, отвали. От солнечных лучей из окна, которые прямо светило в глаза Яны, она начала понемногу просыпаться. Потянув руки вверх и потолок, она проснулась и начала собираться в школу. Жила Яна одна. Ну как одна? Она была сирота. Выросла в детдоме! И после 18 лет ей дали квартиру. Ну, с квартиры зато. Повезло. Да, квартира была очень маленькая, но и этого ей хватало для счастья. Ну, это же серая мышь, мышки достаточно. Для нее счастье не деньги, а уют и любовь. Здесь ей уютно, и поэтому она здесь счастлива. Короче, девчонка-одноклассница у нее спрашивает. Я слышала, ты уже со шкредом роман крутишь. Я? После чего глаза Яны удивились от удивления. Удивились от удивления. Удивились от удивления. Это двойное, двойное. Ты сейчас в зенкало смотришь, типа... Двойное удивление. Ребят, я сейчас отыграю. Так. И одноклассница говорит, знай, ты никогда не сможешь его добиться. Он только мой. Ясно тебе? Шельма. И ты говоришь, Яна, слушай сюда, стерва. Ждай, я скажу. Слушай сюда, стерва. Я ничего не нашла в твоем шкреде. Я ничего не нашла в твоем шкреде. Он мне никаким боком не нужен. Он мне никаким боком не нужен. Я просто куколку там сейчас сижу рядом. Отвали от меня, дура. За свои слова ты еще ответишь. За свои слова, девочка моя, ты еще ответишь. Марамойка. Марамойка. Это уже от тебя? Я так говорила. Чувствовала. Яна зашла в класс и села за свою парту. На нее смотрели с завистью все девочки. Да, если бы шкред был бы моим парнем, то я бы уже гордилась тем, что заполучила этого красавчика. Да, он красивый по внешности, но было бы хорошо, если бы эта красота была и внутри. Это мои мысли? Да. У каждого человека есть свои недостатки. Начался урок и Егор наконец-то... Но только не у меня. Начался урок и Егор наконец-таки пришел под музыку вот это. Он осмотрел класс и остановил свой ухмыленный взгляд на Яну. Подмигнув ей, подошел и сел рядом с ней. Ты что со мной сел? Яна гневна. Ты что тут забыл? Ты что тут забыл? Как можно быть настолько нахальным и тупым? Егор, ты резко чешешь. Просто захотел, нельзя? Просто захотел, нельзя? Но все же Яна понимала, что он просто на ней издевается. Я просто сел. Сядь на другое место, только от меня подальше. Сядь на другое место, только от меня подальше. И мне так девчонка сказала, в школе бы сказал, заткнись. Нет, ты бы сказал, на самом деле здесь жизненно. Ты бы знаешь, как ответил бы? Нету места. Нету места? Уроки закончились. Это был самый ужасный день в жизни Яны. Столько ревнивых взглядов, она еще жизни не видела. А что будет, если я в правду буду мутить с шкредом? Господи, о чем я думаю, никакого шкреда все? Да, я почитаю. Господи, о чем я думаю, никакого шкреда все, говорила себе Яна. В течение дня Егор сегодня встречал Яну от оскорблений в ее сторону. Их сегодня почти не было. Ну типа, дайди-ка сюда. Эй, ты. Эй, ты. Шкура. Ты че, совсем оху**л? Ахахахаха. Черт ее еб*****. Съеб***** на*****, пока я тебя не за это. Но вы бы видели взгляд Яны, когда Егор нечаянно касался ее, или когда он вклад свою руку на ее колено. Она просто смотрела на Егора своим злым. Нет, нечаянно на самом деле было вот так. Вот так. Я просто смотрела на Егора своим злым взглядом и убирала руку. Егор поспорил на Яну. Пи*****. Ну я выиграл хоть? Пи*****. На Его счету стоят очень большие деньги. Ему просто-напросто нужно, чтобы Яна влюбилась в него. Но это оказалось не так просто, как он думал. Она, так скажем, недоступная. Он только сегодня узнал, что она может отвечать и постоять за себя. Он был очень удивлен. Короче, прикинь, ты поспорил, что типа я в тебя втюхаюсь. ЖЕЕСТЬ! А, е*****. А, утром со мной лежал. Короче, вот такая вот глава. Вы в шоке, да? Ну, на самом деле неплохо. Написано достаточно подробно. Интересно было читать и послушать. Так это только вторая глава. Знаете, сколько тут всего глав? 100 глав. Давайте самую последнюю. 17 глав. Давайте хэппи-энд. У Яны и Егора случилось-то в итоге. Ладно, сегодняшний день был просто прекрасным. И Яна никогда не была так счастлива. Из грусти говорит Егор. Ну, Ян, тебе домой? Ну, Ян, тебе домой? Ты отвечаешь. Егор, давай еще немного прогуляемся. Егор, давай еще немного прогуляемся. После ее слов на лице парня появилась улыбка. И взяв Яну за руку, за руку он повел к парку, который находился рядом с ними. Егор, не думал, что я снова буду так нежен с девушками. Он меня меняет, я так счастлив с ней. А, она меня меняет, я так счастлив с ней. Она меняет, я так счастлив с ней. Услышав негромкое сопение рядом с плечом, она заснула. Заснула. А, Яна, мы в парке спим? Да, ты уснул на плече. Бомжиха чисто уснула в парке. Подняв Яну на руки, Егор пошел по направлению к своей машине. Да, деда машина открыл заднее сиденье и положил ее туда. Ну, это невозможно. Вай восьмой положить Яну. Возможно, как раз так. Но она проснулась без стопок. Ну, конечно, об голову ударилась, об крышу. Егор подумал, что нет смысла вести Яну домой. И поэтому повез к себе домой. Приехал к своему дому, Егор деда поднялся в свою комнату и аккуратно положил Яну на свою кровать. Снял с нее легкую куртку. Легкие штаны. Чтобы она могла нормально заснуть. Ну, чертело дышало. Так вот без куртки обувь все логично. Ты же не всю меня раздел. Да, да, да. Егор хотел выйти из комнаты, чтобы оставить Яну в покое, но она в сонном положении взяла его за руку и сказала, Останься со мной. Тихо, сонным, хрипом голосом. Останься со мной. Я Дон Крылева. Останься со мной. На самом деле это было так. Останься со мной. Яна проснулась от назойливого будильника Саши. Ну это ты добавил в тебя Саши. Который звенел не останавливаясь. Отключив его, она посмотрела на время. Было 7 утра. Я одного не понимаю, почему в фанфиков все встают рано шесть? 7 утра. Все люди нормальные рано встают утром. Почувствовав горячее дыхание в окружности шеи, Поговорились. Он наверное ого! Она увидела спящего Егора, который мило спал. Вы видели reptile, он решил сделать вид, что он мило спит. Он простой брови так понят. Егор, просыпайся. Егор,στ ㅎㅎ Просыпайся. Егор просыпается и говорит, доброе утро поцеловав Яну за кончик носа. Добрая! Давай, отыгрывай! За кончик носа поцеловать? Да, за кончик носа. Откусил нос. Добрая, давай вставай. Яна пыталась встать, но Егор опять поболел ее на кровать. О, бля, больной, больной. Больной, забученный. Однопременно прижав ее к себе и навис над ней. Егор шепотом. Ты че злая? Че злая? Ты че злая с утра. Опу**а. Егор опустился немного вниз. Ой, там уже пошло. И начал целовать Яну. ВКЛЮЧИТСУ! О, не-е-е-е-е-е! Опускается вниз к шее. Все, хватит. Все, хватит. Опускается вниз к шее. Да к шее лучше включится. Ну, ты типа, Егор, еле проговорила Яна, потому что она не могла не сказать ни слова от возбуждения! Отпусти меня. Отпусти меня, бля. Бля, я бы так качественно не написал бы рассказ. Держи, отпусти меня. Мы опоздаем, не надо. Мы опоздаем, не надо. Егор такой, ладно, давай вставай, идем. Егор встал. Для Яны это было лучшее утро, которое могло бы быть вообще в жизни. Ой, но на самом деле не пошло. Милый, да? Ну, так-то кульминация ноль. Да, мило. Я вам расскажу историю, как, все знаете, книгу «50 оттенков серого». И мастера Афана тела вот этих всех частей. И как-то она оставила книгу открытой. И ты охренел. И я вот так подхожу, малой такой, и начинаю читать. А там я так охренел. Там просто настолько все подробно. То есть она реально засунула вот это туда. Я читаю. И вот так обратно кладу книгу. И ухожу. Это ужас. Вы читали это? Саня и Егорик монтировали видео на дворе. Было уже 2 часа ночи. Яна уехала к подружкам на ночевку. Саня говорит. Блин, уже 2 часа ночи. Пошли спать. Егор говорит. Ну, давай. Саня. Егор, можно я посплю на вашей с Яной кровати? О, ш... Ты пришел сюда. Чего? Нет. Егор говорит. Да, конечно. Я тогда с тобой. А, ну типа вдвоем удобнее спать на большой кровати. Конечно, не так стрёмно. Нет, ничего неудобно. Нет, ничего страшного. У тебя мальчики легли? Мальчики легли. Саня не мог уснуть. Он решил приобнять Егора. Ай, что ты вообще пи***? Достаточно логичное действие. Ну, обнять просто вот так. Ну, типа в кровати. Не, ну, вы же... Не, ну вот так, как братан, вот так. Ёлки. Не, ну в кровати. Все, тихо, все, все. Егор говорит. Эй, Саныч, ты чего? Саня. Ой, прости, я привык так обнимать свою подушку. Егор. Эй, ну ладно, солнышко, можешь обнять. Солнышко. Саня, ты читай, знаешь. Часто скажу, меня бы вырвало в кровати. У меня я бы реванул, просто обраковался в кровати, честно. Ну, конечно, я хотел тебе признаться. В чем? Знаешь, и вот тут 20 метра у нас между губами. Ты мне нравишься с самого начала нашего общения. Я всегда хотел тебя обнять и поцеловать. Но наша съемочная группа была всегда рядом. И Яна. Макс. Макс всегда рядом вот так. Я отвечаю, на самом деле, ты мне тоже нравишься. Уже давно мальчики прижались друг к другу и начали целоваться. Но резко, неожиданно зашла Яна. О, боже. Я, теперь я читаю. Что вы делаете? Да я люблю тебя. Вот это, типа, этот, получается, заходит, да, вот, Яна, мы такие. Да. Яна? Ну, Яночка, подожди. Это кто? Я говорю? Да, я говорю, я тебя бросаю. Бестыжий. Ян, ты все не так поняла. Я говорю, идите в жопу. Два года спустя Яна нашла нового парня и родила от него дочку. Я думал, двоечку финали. Запиналила красиво. Дочку? Дочку, дочку. Я думал, двоечку. Короче, смотрите, тут еще один файфик, почему именно я вроде, он так и называется. Но мы читаем опять последнюю часть, я выбрала читать. Саня проснулся из-за будильника. Он не понимал ничего, взял и отключил его, не думая, что ему скоро надо ехать. Неправда, я вообще не слышу будильника. Он даже их не заводит. Егор проснулся, уже успел поесть и приготовить еду. По делу. Егор решил сходить и проверить, чего это Саша спит и не выходит. Егор подошел к постели Саши. Саша, вставай, на самолет опоздаешь, крикнул Егор. Так бывает иногда. Саша, вставай. Саня, вставай, мы на самолет опаздываем. Саня отвечает, ми-ми. Я же, ми-ми. Вот так просыпаюсь, фотку мою, где я сплю. Вот проснулся такой, говорит, ми-ми. Мими. Там, ааа, вот такой должен быть звук. Саня вот так говорит, блин, давай еще полежи, пять минуток. А, типа он меня зовет к себе полежать. Типа он, якобы, да, типа полежи, давай. Егор, Саш, ты чего? Давай, Егор. Саня, ты чего? Чего говори? Чего? Ты говоришь, открой глаза и посмотри. Блин, я не хочу открывать глаза. Так там ничего не будет, не переживайте. Ну, я говорю, открой глаза и посмотри. Саша открыл глаза. И увидел. И увидел, что он обнимает Егора. И я же был в шоке. Вот так и написано. Саня открыл глаза, видел, что он обнимает Егора. Саня в шоке, вскочил с кровати и крикнул. Как так получилось? Можно так крикнуть, пожалуйста, это будет очень реалистично. Как так получилось? Егор говорит, давай без криков. Давай без криков, чел. Давай без криков. Ну, как бы это все, это максимальное, что произошло. А, все? Ты меня спалил, типа, в чем? Нет, что, типа, вы обнялись, он был в шоке, все. Все, эта история заканчивается тем, что вы едете в поезде, и Санек случайно вот так засыпает на тебе. Но ты такое делаешь, убираешь его. Вот так, брыжок. Да. Так это нормальная история, что такого-то? То есть, вначале он подходит ко мне утром, ложится ко мне. А потом я, когда уже хотел близости, так он уже все отвергает. Какой-то дружеской близости, вот такой. Нет, это реально как-то, это потная хата. Это вообще, ну, я не могу такое читать. Ну что, мы зачитали панфики, они были, ну, мне понравилось. Да, короче. Только про Яну. Про Яну, он понял, да. Но панфики, где фигурируют Егор и Саша, это полное «Ж». Это вообще «Жоп». Нет, это полное «Жоп». Ну, не пишите. Не пишите больше такого никогда. Не пишите такого никогда, вообще. В комментариях под этим видео можно писать. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, а мы погнали снимать новое видео. И мы больше никогда в жизни не будем читать фанфики. Простите нас, пожалуйста, это было слишком. Нам нужно психологическое лечение. Ну, а пока, пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok